Основателя Викиликс Джулиана Асанжа освободили из британской тюрьмы строгого режима и доставили в аэропорт, откуда он вылетел в Австралию, гражданином которой является. Ранее Асанж добился сделки с властями США. Он признает вину по единственному обвинению — в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. В ответ на это он будет приговорён к уже отбытому в британской тюрьме сроку, что позволит ему остаться на свободе. В среду Асанж предстанет перед судом на Сайпане Тихоокеанской территории США. Глава Дагестана посетил места кровавых нападений предполагаемых боевиков-исламистов, в результате которых погибли 20 человек, в том числе 15 сотрудников полиции, 66-летний православный священник и сторож церкви. Ещё 46 человек пострадали в результате почти одновременных атак на города Махачкала и Дербент, по словам Министерства здравоохранения Автономной Республики. Сергей Меликов посетил церковь и синагогу в Дербенте, пообщался со священниками и членами местной еврейской общины. Хотя ответственность за теракты пока никто на себя не взял, Меликов заявил, что они были совершены членами исламистских спящих ячеек, направляемых из-за границы. В виде обращения он заявил, что нападавшие стремились посеять панику и страх и связал атаки с военными действиями Москвы в Украине, не предоставив доказательств. По данным дагестанских властей, все пятеро нападавших были убиты. Сообщается, что их личности установлены. В понедельник утром в Дербенте и в Махачкале отменили режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия. В Дагестане объявлен трехдневный траур по погибшим. Это нападение в преимущественно мусульманском регионе Северного Кавказа стало самым смертоносным в России с марта, когда боевики открыли огонь в московском концертном зале Кроку-Сити-Холл, убив 144 человека. Швеция впервые присоединилась в качестве полноправного члена к учениям НАТО «Балтопс» в районе Балтийского моря. В них приняли участие 9 тысяч военнослужащих из 20 стран Альянса. В маневрах были задействованы около полсотни кораблей и столько же самолетов и вертолетов. Учения «Балтопс», которые проходят также на шведском острове Готланд, включают в себя разминирование моря, обнаружение подводных лодок, высадку и отработку медицинского реагирования. Балтийское море – стратегически чувствительный регион, через который проходят основные газопроводы из России в остальную Европу. Цель учения, которые обрели стратегическую значимость после российского вторжения в Украину – повышение оперативной совместимости разных сил НАТО. Министры иностранных дел Европейского Союза призвали возобновить усилия с целью прекращения огня в полосе Газа. На встрече в Люксембурге они поддержали сделанное три недели назад предложение администрации американского президента Джо Байдена, которое способствовало освобождению израильских заложников. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что доставка какой-либо значимой гуманитарной помощи в Газу стала практически невозможной, и люди там голодают. Подтвердил министр иностранных дел Ирландии Микол Мартин. Представитель агентства ООН по делам палестинских беженцев заявил, что недостаточно направить грузовики с гуманитарной помощью в Газу. Часто еврейские поселенцы забирают из них и уничтожают продукты питания. А когда фургоны все же прибывают, в самой полосе происходят грабежи, учитывая отсутствие социального порядка. Министры иностранных дел Евросоюза также указали на необходимость срочно предоставить Украине дополнительное финансирование, в первую очередь транш в миллиард 400 миллионов евро. Для этого предполагается использовать доходы, поступающие от замороженных российских активов. Будапешт заблокировал использование денег этими двумя способами, отчего выиграла Москва. Но ЕС нашел юридическую лазейку, которая поможет обойти венгерское национальное вето. В воскресенье французы отправятся на участки для голосования, чтобы избрать 577 депутатов национального собрания. Политическим цунами стало решение президента Эммануэля Макрона распустить Нижнюю палату после триумфа ультраправых на евровыборах. В отличие от европейской, эта кампания проходит в два тура. Если ни один из кандидатов не набирает в своем округе более 50% голосов, при участии не менее четверти зарегистрированных избирателей, все решится 7 июля. Во втором туре может оказаться любой претендент, набравший более 12,5% голосов. Таких участников может быть двое, тогда это дуэль. Если соперников трое, то это называют треугольником. Получит ли партия Марин Липен абсолютное большинство? Сможет ли новый левый блок, который сколотили в рекордное время, помешать ультраправым? Удастся ли президентскому лагерю мобилизовать свой электорат? Или их ждет полный разгром? Если либеральная партия Макрона каким-то чудом наберет 289 мест и обеспечит себе абсолютное большинство, премьер-министром останется Габриэль Аталь, один из немногих популярных членов нынешнего правительства. Но согласно опросам, пока за неделю до первого тура такой исход выглядит маловероятным. Если ни одна из партий не получит абсолютного большинства, это может привести к тупиковой ситуации, а новые выборы нельзя будет созывать еще год. Если абсолютное большинство получит ультраправое национальное объединение, либо коалиция левых, новый народный фронт, то президент должен будет выбрать премьер-министра из числа лидеров победившей партии. В политической культуре Франции это называют сосуществованием. Кандидат на премьерство от ультраправых известен – это Жордан Бардела. В левый блок входит много партий и предполагается, что крупнейшая фракция предложит партнерам, а затем и президенту, своего кандидата. За 66-летнюю историю пятой республики президент и премьер трижды сосуществовали, представляя разные политические силы. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность возможными результатами досрочных парламентских выборов во Франции. Они были объявлены президентом Эммануэлем Макроном после того, как ультраправое национальное объединение одержало победу на европейских выборах во Франции. Сейчас правые популисты имеют самые высокие рейтинги в опросах и надеются получить большинство в национальной ассамблее. Канцлер отметил, что в различных международных структурах он будет по-прежнему иметь дело с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместе с тем, по словам Шольца, возможная победа ультраправых приведет к переменам в отношениях Берлина и Парижа. Европейская комиссия определила в предварительном порядке, что производитель айфонов Apple нарушает закон ЕС о цифровых рынках. Он требует, чтобы разработчики мобильных приложений могли свободно информировать своих клиентов о предложениях более дешевого контента и помогать им совершать покупки. Но, по мнению органа европейской исполнительной власти, американский гигант не позволяет размещать ссылки на посторонние сайты в своем онлайн-магазине App Store. Закон о цифровых рынках разрешает Apple получать через App Store вознаграждение за содействие в первоначальном привлечении на свою платформу нового клиента. Однако Брюссель заявил, что Яблоко взимает за это чрезмерную плату. Тем временем начато расследование того, как Apple заключает и выполняет контракты с независимыми разработчиками приложений. Это уже третий бой Еврокомиссии за справедливую конкуренцию против американской технологической компании, которая господствует на рынке ЕС. Жилищный кризис в Великобритании станет одним из главных вопросов для избирателей на предстоящих всеобщих выборах, поскольку рост арендной платы и нехватка доступного жилья приводят к тому, что все больше людей становятся бездомными. Свежие исследования показывают, что более 300 тысяч человек в Великобритании не имеют постоянного жилья. Отсутствие доступного жилья совпадает с продолжающимся кризисом стоимости жизни, из-за которого все еще ощущают трудности миллионы британцев. Продукты питания и электроэнергия по-прежнему стоят дороже, чем до пандемии. И хотя заработная плата начинает расти, ипотечные кредиты и арендная плата выросли вместе с процентными ставками, что серьезно повлияло на доходы многих домохозяйств.